Решили провести это мероприятие с вами по двум причинам. Первое, чтобы напомнить вам о правилах дорожного движения. Второе, встретиться с вами и обсудить, что нам делать при подготовке к школе. А нам нужно просто вспомнить, что есть правила движения уличного, и нам их надо строго соблюдать. Весело, в игровой форме, а значит легко и доступно. Сотрудники Щелковского отделения ГИБДД рассказали ребятам, а также их родителям из СНТ знамя о правилах дорожного движения. Инспекторы проводят профилактическую информационную работу среди населения постоянно. Чтобы напомнить, лето – это не только беззаботный отдых, но еще и максимальная бдительность на улицах и дорогах. Особенно это касается самых маленьких. Они должны знать, что нельзя выезжать на проезжую часть на велосипеде или самокате. Всегда смотреть по сторонам, переходя дорогу, а также обязательно сидеть в автокресле, когда едут куда-нибудь на машине с родителями. Ребятам рассказали в игровой форме, как правильно переходить пешеходный переход. Была викторина, которая позволила им ответить на вопросы, правильно или неправильно кто-то отвечал. Также в тихотворной форме старались детям задавать разные загадки. Они с удовольствием отвечали. Ну и в общем, я думаю, что праздник всем понравился. Регкий вопрос по ней ходит и ездит. Дорога. 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 Ребятам и их родителям понравилась такая важная и одновременно занимательная лекция. Дети усвоили самое главное – нарушать правила дорожного движения категорически запрещено, ведь от этого зависит собственная жизнь. Мы очень довольны, потому что даже вот мой маленький ребенок, мне кажется, нуждается в таких мероприятиях, даже вот маленький внук, очень познавательно. И самое главное, что это было в игровой форме, понимаете, что им главное, что им было интересно. Будешь выезжать на проезжую часть на велосипеде? Нет. Я не всегда не выезжаю. Я никогда не выезжаю. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в летний период – первостепенная задача для инспекторов ГИБДД. Очень важно уже в столь юном возрасте заложить основы сознательного отношения к соблюдению безопасности на улицах и дорогах. И, конечно, самый яркий пример осознанного соблюдения правил детям показывают именно взрослые. Помните об этом и берегите своих близких. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...